Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. О свое особое мнение сегодня высказывает руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турулов. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Вступая в большой выборный цикл, мы должны мыслить простыми и понятными категориями. Обещать людям то, что они смогут сами увидеть, потрогать в течение года, трех, максимум пяти лет. Людям нужно предъявить новые рабочие места, повышение зарплат, отремонтированные дороги, комфортные медицинские учреждения и другие очевидные результаты. Это слова Игоря Васильева сказаны 1 апреля на встрече с руководителями исполкомов местных отделений Кировского отделения «Единой России». Вот скажите же, Валерий Николаевич, что это, безусловно, те слова, которые хотят услышать многие жители региона. Это то, чего, собственно, мы, горожане и селяне, ждем от руководителей региона. Вопрос у меня простой к вам. Возможно ли решить такие задачи за год или три или даже пять, чтобы предъявить действительно ощутимый результат, о котором Игорь Владимирович говорил? Ну, первое, наверное, так и напрашивается, первое апреля, не первоапрельское, или это шутка? Нет, это серьезный материал. Если это серьезно сказано, я думаю, что все возможно и за год, и за три, и за пять, если присутствует единый дух, единый настрой, скажем, население нашей территории. Единой России, так и хочется сказать. Нет, а вот к единой России мы сейчас вернемся. То есть единый дух, единый настрой населения Кировской области, но должна присутствовать немнимое, неложное ожидание того, что если мы отмобилизуемся, и вот мы, патриоты, все сделали, люди не верят этому. То есть недостаточно говорить? Да, то есть должно быть, если заявлено было Игорем Владимировичем о том, что наша главная задача развития территории Кировской области, то это и означает, что каждый дом, каждый населенный пункт, это ячейка, вокруг которой развивается эта территория, мы гордимся этой территорией. А у нас тут целый список на сегодня, кстати говоря, развития малых и больших территорий. Я вам скажу другое, что если вы помните мои голосования там в четвертом, в пятом созыве, то Коев, отвечающий за развитие территории, он с ужасом выходил на трибуну, потому что мы знали, что каждое заседание там 10-15 населенных пунктов будет вычеркнуто из реестра населенных пунктов. То есть войны нету, но территория ликвидируется, целые населенные пункты из реестра исключаются. Я тогда всегда говорил, а за что мы вообще деньги платим нашему правительству, если вместо развития территории и развития экономики области валовый региональный продукт должен увеличиться, у нас происходит сжатие. А учитывая, что население там падает, то в пересчете на единицу, жилую единицу живого человека, то получается вроде бы и благополучное состояние по отношению к каждому человеку регионального продукта. Поэтому вот эти вот всемнимые ситуации, они во многом мне напоминают то лукавство, которое Единая Россия нам представила на последних выборах. Ну прошло время, да, скоро год будет, как наше новое правительство. Мы ждали 100 дней и какого-то 100-дневного подведения итогов, прошли 100 дней и все дружно промолчали. Потом мы ждали полгода, полгода прошло, тоже были очень какие-то абстрактные непонятные вещи, которые не говорили нам ни о чем. И потом даже не виделось исполнения тех трех конвертов знаменитых, да, там пришел, недостатки, вали всего на предыдущего. Разве этого не было? Ну, первый конверт был, но почему-то он продлевается у нас и дальше, все, первый конверт работает. Давайте второй конверт, берите уже часть ответственности на себя. И не пора ли сегодня готовить третий конверт там, потому что скоро 9 месяцев, уже что-то родить надо. А на сегодняшний день 9 месяцев и ничего не ожидать, ну извините, яловую корову забивают, правильно, да? Ну что значит ничего не ожидать? У нас практически каждый месяц проходит подписание каких-нибудь серьезных договоров, вот совсем недавно по Росплазме. Вы помните, да, был подписан договор, и это разве не хороший показатель? Света, деживью, каждый губернатор, который приходил, он все время поначинал с того, что подписывал соглашение по Росплазме, если вы помните. Поэтому деживью, ну все мы это проходили, и мне непонятно, например, какие тут мы источники сможем использовать, одно подписать, хотелки и желания. Это хороший вопрос на самом деле, и это вопрос, как вы справедливо заметили, не только к нынешней команде правительственной, которая пришла, и не только к областному законодательному собранию, которое сейчас сформировано. Деживью, наверное, распространяется вообще на все, да? Да. Поэтому у меня и был к вам такой вопрос. Ведь то, что говорит Игорь Владимирович своим коллегам по «Единой России», это, в общем, нормальные, приемлемые все вещи. И повышение зарплаты, и рабочие места, и отремонтированные дороги. Дороги, да. Но ведь он справедливо продолжает и дальше. Правда, он говорит, что в отличие от других партий самодвиженцев, которые готовят программы исключительно к выборам, и могут обещать одно и то же от компании к компании, у нас с вами выборы каждый день. Мы наделены властью и несем ответственность за все происходящее в регионе и в стране. Каждый день выходим к людям, отвечаем на вопросы о медицине, образовании, дорогах, ЖКХ и зарплатах. Ой, опять здесь что-то такое у меня в голове, начинает революция происходить. Вы понимаете, Игорь Владимирович говорит, мы, Единая Россия, наделенная властью, ответственны. И называет самые тяжелые всегда и самые критические наши точки. Медицина, образование, дороги, ЖКХ, зарплата. Вот прямо все эти пять постулатов. Алкоголь слишком частная вещь, это к медицине можно отнести. Правда же? Конечно. И он говорит, мы готовы держать ответственность и отвечаем за это. Ну и вот, и дальше, такие въедливые оппозиционеры, как вы, Валерий Николаевич. Услышав эти слова в начале апреля, ведь предъявят перед выборами или после? Абсолютно предъявят. Как будете замерять эффективность принятых решений? Во-первых, не только там нынешнее наше правительство и законодательное собрание встречается с людьми, держит руку на пульсе. И в конечном счете не слова являются критерием истины, а являются критерием истины дела, практические результаты. И то наше общение, которое мы осуществляем, и ни на минуту не прекращали с простыми людьми, оно свидетельствует обратным. Те декларации, те заявления, о которых они говорят, они выглядят белым цветом, а в действительности все не так. Это черный цвет, ну минимум серый цвет. Например, я вам возьму создание рабочих мест. У нас все нормально с безработицей, она не растет у нас. Конечно, я же понимаю, что она у нас не растет, но предприятия закрываются. А так все хорошо, прекрасная маркиза, вспомним эту песенку, да, и в конечном счете. С чем было это связано, что граф застрелился, правильно? Ну как же предприятия закрываются? Вот посмотрите, посмотрите пример с Первомайкой. А что с Первомайкой? Заработала, все хорошо с рабочими местами, целыми бригадами занимаются. История этого вопроса, она начиналась, если вы помните, еще при Никите Юрьевиче. И когда попытка была ликвидировать это предприятие, тогда встали профсоюзные организации, и ваш покорный слуга специально рассматривал на специальном заседании, заслуживал губернатора по этому вопросу. Что будем делать с Первомайкой, уникальным предприятием и так далее и тому подобное. В результате Никита Юрьевич вынужден был поехать в Москву, поднимать этот вопрос на правительстве Российской Федерации. И создавалась специальная комиссия по реанимации и восстановлению Первомайки. Возглавлял эту комиссию лично Дворкович, первый заместитель премьера. И перед выборной кампанией, точнее не перед выборной кампанией, а в мае месяце, было официально заявлено Никитой Юрьевичем о том, что Первомайка будет развиваться и есть государственная программа по установлению данного предприятия. Вот какая она была. И то, что дальше происходило, это очередные какие-то вещи непонятные. Я же не знаю, кто там был ангажирован под что, Дворкович или Белых, да. Какие доли там должны были распределиться. Я же не в тени в то время находился, а на стрелье вопросов там. Стрижи, Эликон, Первомайка, Крин, который тоже ликвидировали. Но потом мы добились его восстановления. Ведь я до Совета Безопасности поднимал вопрос, секретные письма писал. Это удар по государственной безопасности. Крин — это единственное предприятие, которое, в общем-то, измерительными приборами занимается. И покупать китайские, в которые можно внести какие-то изменения в измерительные точные приборы. В результате мы понимаем, что ракеты могут полететь не туда и так далее. Вот из аналогичной ситуации мы выстраивали систему отношений по Первомайке. А дальше, когда Никита Юрьевич ушел, выяснилось, что там не все нормально с какими-то долями и так далее. И возобновился какой-то процесс. Поэтому мне думается, что действует банально простая схема. Банально простая схема, которая, в общем-то, имитирует существование предприятий. Под социальные потребности выколачиваются очень большие федеральные ресурсы в виде помощи для реанимации и так далее. А дальше они просто распиливаются и предприятия обанкрочиваются. Что касается Первомайки, оно наоборот как раз не обанкрочивается. Если вы знаете, то до сегодняшнего дня вопрос собственности не решен. Не решен, совершенно верно. Так вы меня извините. Как раз борьба-то идет за определенные вещи. Я не буду о них говорить, они не для общего слуха, но вы же видите, что боевые действия идут, блок НАТО к нам наступает, прикрепляется, а Первомайка, она имеет достаточно серьезное оборонное значение. Мы глубоко с вами копаем, давайте сейчас прервемся буквально. Поэтому здесь есть очень серьезные вещи, именно государственная безопасность. Блок НАТО подступает, говорит Валерий Николаевич Турул, руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Мы на одну минуту прервемся, после чего снова в студии в особом мнении. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101-FM. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение высказывает сегодня руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турул. Валерий Николаевич, ну так все-таки. Я, мне кажется, уже третий или четвертый или пятый раз задаю этот вопрос. Ну так что делать Игорю Васильеву конкретно для того, чтобы получилось образовать рабочие места, повысить зарплату, отремонтировать дороги? Не только заявить, а вот чтобы, как он сказал, люди через год, через три смогли потрогать это все собственными руками. Ну, если уже совсем очень серьезно говорить, да, конкретно, то в данном отношении немедленно создавать некий штаб, который бы занимался, он есть оперативный штаб, и, по-моему, Кочетков его там возглавляет. Оперативные заседания каждую неделю бывают. Я говорю вам, что это особая статья. 50% предприятий, по сути дела, не имеют средств для выплаты заработной платы и вынуждены останавливать свои предприятия. Это по каким данным? Это по моим личным данным, которые я контактирую с предприятиями и точно знаю, даже очень благополучные предприятия, они вынуждены останавливать производство. У них нереализованные продукции, там, у отдельных предприятий на сотни миллионов рублей, и только из-за того, что дебюторская и кредиторская задолженность. И, следовательно, рассмотрев этот вопрос, поставить вопрос, а как расшить вот эти товарные потоки для того, чтобы предприятия не останавливались. То есть, я правильно вас понимаю, что нужно пристально заниматься конкретными предприятиями? Конечно, засучить рукава и заниматься конкретными предприятиями, которые на сегодняшний день. Тогда станет на место вопрос и ремонта дорог, потому что предприятия, если они начнут работать, они будут не менее заинтересованы, чтобы дороги были, логистика была нормальная. И так далее, все вытекающие. В моем понимании, надо придержаться того тезиса, о котором он говорил, о развитии территории Кировской области, не абстрактно, а конкретно. Бизнес-единица, она является той точкой отчета, вокруг которой мы можем дальше решать какие-то вопросы, на конкретику выходя, и социалка, и так далее, и тому подобное. Не будет бизнес-единица, ничего не будет. Все это будем прожирать, и не более того. Я хочу еще, чтобы вы кратко оценили итоги поездки большой делегации Кировской области в Совет Федерации. Там были дни Кировской области в начале апреля, и достаточно подробные отчеты правительство выкладывало на собственном сайте и на сайте Совета Федерации. Тоже эти отчеты выкладываются. Достаточно сказать, что, например, один из заголовков Кировской области традиционно входит в число регионов с положительными темпами роста экономики. Но вот когда читаешь такой заголовок, хочется верить в лучшее. Ну, потому что если бы я жила в другом, например, регионе и видела, что Кировская область традиционно входит в число регионов с положительными темпами роста экономики, я бы подумала, что жить в таком регионе правильно и хорошо. Конечно. Вы правильно всё говорите. Самая главная беда вот в этом тезисе и вот в этом, что происходит, есть определённая группа людей, которая желаемо его даёт за действительное, и при этом научилась психологически верить сама в то, что будто бы это правда. Это какая такая группа людей? Ну, в том числе и наше правительство. Ведь позитив, он определяется и конструктив не тем, что мы способны, желаем его давать за действительное, а тем, что мы способны вскрывать проблемы и принимать решения по их решению вот этих проблем. Когда это отсутствует, и показательно Совет Федерации это сделал, да, мы же не забыли с вами, что когда приходила команда Васильева, она говорила, что фигня, брехня, что мы там экономически продвинулись на 10 шагов вверх, а это всё же экономический форум в Питере. Да, 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 в Питере. И это всё брехня, это был обман. И сегодня подтверждается, что это, оказывается, не обман был. Тогда у меня возникает вопрос, ребята, а что у нас тогда происходило? Почему вы всех обезглавили? И почему вы сделали таким образом, что те, кто заслужил похвалы за те интенсивное и стабильное развитие, они сегодня не удел? И у меня возникает вопрос, а где это интенсивное и качественное наше развитие региона за последние 9 месяцев, если я на своей шкуре испытываю, что реальные номинальные доходы населения за прошлый год упали всё же на 17% в официальной статистике. А если реальные смотреть доходы с учётом инфляционных показателей, не тех, которые статистика нам даёт, то это где-то на треть, только за один год. И когда сегодня все магазины закрываются не из-за того, что не нужны продукты питания или не нужна одежда, а из-за того, что люди это купить не могут. И где вот этот результат, что 60% потребительской корзины, где 25% из неё должно относиться на услуги, в том числе ЖКХ, уже занимает услуги из ЖКХ. 60%. Ребята, произошёл перекос. Почему мы на это не обращаем внимания, но при этом госпожа Матвиенко подходит, говорит, а у вас даже шубы шьют, о, как замечательно развивается ваш регион. Слушайте, это кроме как маразма, я не могу это назвать, это какой-то ужас. Где объективные оценки? Где объективные решения? Где попытка людей мобилизовать? И мы готовы работать, но нас не слышат. Хотя перед этим вы там тезис читали, мы идём к людям, мы даём ответы на каждый вопрос. По итогам поездки в Совет Федерации всё-таки была поддержка от сенаторов в части, например, выделения денег и даже, может быть, на строительство дорожное в Кирове, тоже западный. Нет, подождите. Но, во-первых, если мы там не были, то всё равно было бы решение на выделение денег. Существуют определённые процедуры, и от того, были мы там или не были мы там, мы всё равно находились бы в соответствующих процессах распределения денежных средств. Я, Света, закончил. Потому что, извините, я эти процедуры знаю. Для того, чтобы войти в какие-то финансовые потоки на федеральном уровне, необходимо представить проблему и её тщательно проработать. Это типовая система. И до прошлого года, пока у меня была возможность, я всё время ставил вопрос. Извините, есть федеральные целевые программы, есть процедура вхождения в эту программу. Почему мы эти процедуры не осуществляем? Почему мы строим отношения только на личных контактах? Есть вполне объективно прописанные процедуры. Дальше соответствующее ведомство. Берите эти документы, езжайте, лоббируйте, проталкивайте эти вещи. Это нормальная работа. То есть вы всё-таки критикуете и дни Кировской области в Совете Федерации? Вы не считаете, что это была какая-то мероприятия? Да ну, слушайте, ну пафосом, зачем обманывать людей-то? Вот зачем обманывать людей? Почему мы на федеральном уровне создаём видимость, что у нас всё благополучно? У нас критическая ситуация на сегодняшний день в экономике. Я не говорю уж малый бизнес. Малый бизнес там, к чёртовой матери, он вздыхает. Он буквально вздыхает. Я езжу по районам сейчас с малым бизнесом, встречаюсь. Это чрезвычайная ситуация. Посмотрите, что творится. Возьмите Арбашский район, возьмите Санчевский район, возьмите Кикнурский район. Это что-то ужасное. Я не знаю, чего будет дальше. А нам говорят, у нас всё хорошо. Мы, как мы говорим, стабильно развиваемся поступательными шагами. Валерий Николаевич, ваш прогноз, что нас ждёт, например, к концу года в этом смысле, в смысле развития региона, экономической точки зрения? Во-первых, сейчас будет всё отмобилизовываться на выборную кампанию. Я хотел бы сказать, я как президент ещё некоммерческого партнёрства «Биотехнологический кластер» сейчас педалирую вопрос пяти приоритетных проектов, мегапроектов, которые позволили бы нам войти в целевые программы, в три приоритетных направления, которые определили национальные технологические инициативы. То есть мы готовы к этому. Но для этого необходимо сосредоточить усилия, которые на сегодня наработаны реально в регионе, с теми возможностями, которые есть сегодня у правительства, в том числе к выборной кампании. Надо Васильеву подходить всё же с какими-то показателями. Хорошо. А новое правительство, Игорь Владимирович, лично он в курсе ваших проектов? Мы информируем. У нас членами правления являются два ведомства, министры. Уважение какое-то есть на встрече труда? Пока я не буду ничего говорить, есть или нет. Мы проинформировали, мы пропедалировали, но крен-то взят, на мой взгляд, ошибочный. Этим надо пользоваться, выстраивать некий промокластер. Я стоял всегда за промышленный кластер в его технологиях. Но это одна из тем. Необходимо нам создавать систему развития региона. Если мы стратегию хотим представить какую-то, то должны под ней быть какие-то хотя бы идеологические основы, проработки. А их-то на сегодняшний день нет. Давайте подождем июня месяца, когда будут представлены программы развития региона. Я понимаю, мы будем использовать эти все возможности. Но представьте себе, насколько нерационально, когда что-то делается, и оно это делается, позитивное, должно искать пути прохождения туда, ко власти. Оно должно хвататься и впитываться, как губкой это все дело. А мы должны еще найти механизмы, а как это все донести. Давайте вот так скажете. Вы встречались уже с профильными министрами и зампредами? Ну, конечно. Конечно, встречались. И сейчас я письмо подписал на имя Васильева о том Созинов, председатель правления кластера, и Турула, президент кластера. Подписали письмо на имя Васильева, где мы информируем о подобных вещах и что необходимо это делать и мобилизовывать людей. Нам нужна система развития нашей экономики. Вы ожидаете встречи? Не знаю. Вот в моем понимании, когда мы встречались с Игорем Владимировичем, мы говорили, что это не последняя встреча. Но проходит 9 месяцев скоро, и мы больше не встречались, значит, в этом необходимости нет. А мы встречались на Заре, да? Да, да, да. Несколько дней, как он пришел. Поэтому перспектива. Перспектива пока у меня не очень красивая и не очень облагораживающая общий фон. Я думаю, что все брошены на самотек, районы будут заниматься самовыживанием, насколько у кого мозгов хватит, извините за грубое выражение. А мозгов, к сожалению, у нас маловато. Это объективно. Ну, мы специфический, примороженный край, поэтому нам надо помощь хотя бы шевельнуть, там что-то катализаторы. Дополнительное солнце, да, включить. Мы сейчас прервемся на двухминутную рекламу. Напоминаю, это особое мнение руководителя Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерия Турула. У нас будет несколько важных вопросов, но, к сожалению, времени останется не так много, поэтому будет в лиц такой. Хорошо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM. Программа «Особое мнение». В эфире у микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает руководитель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турула. Валерий Николаевич, значит, очень быстро на очень важные вопросы. Значит, конкретно. Первый вопрос, который я запланировала, это о предвыборных действиях оппозиции. Вот уже на протяжении нескольких месяцев главный лейтмотив разговоров оппозиционных партий – это единый кандидат. Вот кто он, мы до сих пор не знаем, что касается Кировской области. Судя по публикации советского наблюдателя, им совершенно не обязательно станет Сергей Мамаев, потому что вот тут уже на прошлой неделе ему прочили выборы в другом регионе. У него уже один раз так удачно получилось. Вопрос. Необходила ли оппозиция реализовать идею единого кандидата в Кировской области? Здесь у меня есть две позиции. Во-первых, жизнь показывает, что губернатор должен быть человеком системы. Если он не человек системы… То есть единоросс. Да, получается, что единоросс. Второе. А можем ли мы этим противостоять единым кандидатам? Да, можем. И я убежден, большинство голосов будет получено именно оппозиционным единым кандидатом. Но здесь возникнет третий вопрос. Вопрос, насколько он будет эффективен. Скорее всего, система попытается изолировать этого губернатора. Неважно, кто он будет, замечательный человек или нет. И думаю, что если 6-9 месяцев продержится, это будет хорошо. А дальше все, что угодно можно ожидать. Подстав и так далее и тому подобное. Поэтому либо он тогда должен перейти, оппозиционный депутат, в систему и стать единороссом. Ну, как мы видели на практике предыдущего губернатора, это не получилось. Да, да, да. Он даже пытался подстроиться. Никита Юрьевич, в общем, не сражался с системой, а наоборот как-то встраивался в нее. Подстраивался, встраивался и даже делал все, что надо в системе. И все равно закончилось это все плачевно. Ну, да я снимаю все свои остальные вопросы по поводу единого кандидата от оппозиции. Потому что вот Валерий Туруло говорит, что это должен быть системный кандидат, а значит единоросс. А у нас один такой кандидат. Васильев. Да. Городские вопросы. Продлен месячник по очистке крыш. Проверяется практически каждая крыша. Выписываются предписания. Каждый день мы видим по этому поводу пресс-релизы на сайте администрации. Все СМИ их тиражируют. Сохраняется распоряжение очищать до асфальта дороги и тротуары. А ямочный ремонт ведется в круглосуточном режиме, говорит администрация города Кирова. И здесь у меня только один вопрос. Откуда на это берутся ресурсы? Ну, Света, вот знаете, у меня тоже... У нас перерасход за зиму 15 миллионов, только на вылазе снега. У меня все время такой же вопрос, насколько бестолково, если можно так сказать, мы относимся к решению этой проблемы. Проблема, она не первый год, она уже десятилетиями, эта проблема у нас стоит. И вместо того, чтобы в принципе ее решить, она решается очень легко, есть соответствующие технологии обеспечения соответствующих сквозняков и так далее, ремонт крыши соответствующим образом, и ни сосулек, ничего не будет. То есть это надо просто... Это надо все дома переделывать. Да что там переделывать, их все равно переделывают, а мы сколько средств, вы сами сказали... Их не переделывают, а латают чуть-чуть, понимаете, как хватает денег. Вот, это бесконечный, как с дорогами у нас, понимаете, да? Сделай крыши, сделай крыши, сделай крыши, потом что делать, без работы будем. Поэтому здесь то же самое. Причем страдают в этом люди, и люди же за все это еще и платят, вы понимаете, находится обоснование потом и тарифы, повышается обслуживание и так далее. Это же не бесплатно все делается. К чему приведет... Давайте так, я тогда вас попрошу оценить... Двойку я ставлю, двойку за интеллектуальную работу. Надо сесть, провести мозговой штурм и принять решение, какой план играть. Трафик инновационной деятельности по ремонту и обслуживанию крыши. Постепенно за эти 10 лет мы бы все крыши уже переделали так, как нужно. А вот сейчас с тем, что у нас, например, так усиленно чистили дороги в этом году, что, наверное, неплохо, но все-таки перерасход на 15 миллионов рублей, это значит, что в одном месте прибавилось, а в другом-то убавилось. Я вообще считаю, что здесь надо разбираться контрольно-счетным палатам и города, и области по очистке и по вывозу, как могло превысить, если в этом году экспериментально минимально использовались соль и различные композиционные материалы для того, чтобы не было обледенений. В этом году экспериментально их не использовали. Ну да, но снег-то падал. Снег-то падал. И ледово возили. Но, извините, это 30-40 миллионов, которые мы на соль только тратили. Сегодня можно было их... А, вот врачом. Конечно, мы же в этом году экономию должны были получить. Так, может, и получили, просто об этом еще не сказали. Может быть, но сейчас говорят о том, что мы перерасход, потому что снега много выпало, но тогда, если снега много выпало, я должен видеть, что машины этот снег вывозят. Нас затопят, к чертовой матери. Сейчас неделю постоит плюс 10, и кирды к городу Кирову. Ливневка не справится. Мы будем в воде стоять по колено. Никто сегодня снег не вывозит. Карла Маркса вычистили, Валерий Николаевич. Особенно в критической точке у ботанического сада просто нагло. А вот давайте... Ну, это около городской... А давайте заедьте, пожалуйста, на улицу Володарского и посмотрите, как тротуар там очищенный какой-то... Это не центральная улица. Да, да. Как это не центральная? Центр города? Старый центр? Не магистраль. Пойдите, пойдите. Да по той же московской, в осужении дороги, посмотрите, насколько произошло. Вот я тогда хочу вас еще вот что спросить. Двойку вы уже поставили за зимние действия городской администрации. И готов ее аргументировать, эту двойку. Даже на бумаге считать готов. Вот, ну, не сейчас, потому что ни бумаги, ни ручки нет. Так, хорошо. А что должно вообще произойти тогда? Какие сдвиги в городской администрации, чтобы мы говорили уже о системных изменениях, приводивших положительный результат? Извините за казенные. Ну, вообще, вы очень сложные задали вопрос, потому что, если посмотреть борьба за городскую организацию Киров, город Урмостстрой. Ну, знаете, вот я вам хочу как раз сказать, господин Менькин, он же что сказал? Фраза просто теперь, которую все цитируют. Вот я, говорит, хочу, чтобы люди потом сказали, пришел человек, появились дороги. Да, я не против этого. Вот, может, надо, чтобы к нам вот такие люди, как Менькин, поприходили в администрацию. Он сказал точно так же, как Васильев, наша салавная цель развития территории Кировской области. Как бы ни оказалась аналогичная ситуация, я буду двумя руками за Менькина, я бы назвал его еще и патриотом, и героем, которым на 30 тысяч рублей бросил свой бизнес там, да, замечательный, там, растущий, цветущий. И за 30 тысяч героически кинулся, как 25-тысячник в 20-е годы, пошел там на периферию, поднимать эту периферию. Ну, я думаю, что... Нет у вас доверия все-таки, вот и к этому человеку. Так и просится героя Кировской области, и введем для него этот героя. Как построит удар на нам дороге здесь, Валерий Николаевич. Конечно, я же об этом с Ветой и говорю. Как потом будем? Да, вот, и будет здорово, и он будет вечным гражданином нашей Кировской области, поэтому я готов ему подставить плечо вперед с песней. Вот, наконец-то я пришла. Наконец-то мы до этого дошли, ведь кто-то же должен подставить плечо, не может же один человек это сделать. Готовы подставить, готовы подставить плечо. Но только чтобы не пилили бабло, извините. Некоторые эксперты говорят, что надо всех поменять, всех снять, новых набрать и что-то изменится. Кто-то говорит, что пока такой дефицитный бюджет бесполезно, кто бы не пришел, ничего у нас не изменится. Третий говорит, менталитет во всем виноват. Вот как вы сказали, мы тут приморожены, солнца нам не хватает, работать мы не умеем. В общем, как живем, так и живем. Сам виноватый. Ну, глупость неимоверная. Вообще, эту тему я поднимал в прошлом году, не один раз. И говорил, что первое, мы должны объективно исходить из того, что денег нет и не будет. Второе, что постепенно функции денег, они утрачиваются с развитием процессов в экономике, не только кировской или российской экономики, а мировой экономики. У нас Блиц, не забывайте. Слушайте дальше. Следовательно, мы должны изменить финансовую модель наших отношений. Максимально использовать схемы финансово-промышленной группы, где участники технологических цепочек не продают друг другу товар, а передают как комплектующие, и мы получаем в конечном этапе кооперацию. Только в этом случае мы с минимальным количеством денег, мы можем эти 2 миллиона прокрутить через 10 участников, и они будут уже как 20 миллионов. Это очень сложная схема. А я и хочу сказать, что прошло время принятия простых решений. Сегодня для того, чтобы справиться с подобной ситуацией, нужна кооперация, интеграция, и нужно научиться принимать сложные решения. У нас есть такие люди, которые способны вот это, что вы говорите? Я считаю, что в крайнем случае тяжело, но за 9 лет мы натренировали 40 организаций, которые способны принимать сложные решения. У нас 40 сейчас членов кластера, и появляется каждый год, и каждый месяц все больше. Вот сейчас ведутся переговоры с Московской ветеринарной академией Нискрябина. Они будут вступать со своими технологическими цепочками процессами. Ассоциация производителей говядины, это Московская, Подмосковья структура. Поэтому я думаю, что это единственный путь, который должен вывести нас от спекулятивной экономики на путь реального сектора экономики, где все находятся у дел и получают по заслугам, а не через систему прокладок фирм. Сейчас такой жест показал Валерий Николаевич, как отстегивают деньги. Да, а в результате так и происходит, где 30% это реальный откат на каждой промежуточной земле. Вот, кстати говоря, про откаты. У нас остается 3 минуты до завершения программы. Я как раз хотела вас спросить по поводу акций против коррупции 26 марта. Что вы о них скажете? Ходили ли вы сами? И как вы оцените реакцию власти на них? Ну, моя позиция такова, что для того, чтобы предыдущий, если мой ответ смотреть, то там присутствует уже не просто система взаимоотношения рыночных субъектов, а там система партнерских отношений. И там должна присутствовать правда. И очень часто я, когда начинаю открывать заседание в кластере, я говорю, напоминаю, что у нас здесь территория правды. И вот если говорить о Навальном, он в чем плюс? Он увидел то напряжение, есть такое понятие, пружина тишины. То есть люди понимают, что их мнение никто не слышит, впереди безнадега. Все говорят, что замечательно, а в действительности на своей шкуре я чувствую, что это плохо. Особенно молодежь видит бесперспективность своего знания, имея высокий уровень квалификации. Вот это все. И Навальный, он в этом прав. Он нашел коррупция, якобы это главный бич наше общество. Но вот в этом и есть его неправда. Потому что коррупция – это есть следствие чего-то. И победить явление невозможно. Надо побеждать причину. И вот здесь он лукавит в том отношении, что он пытается опосредственно, не напрямую, а опосредственно поднять майданские такие движения, свернуть власть, а потом придут кто-то. И у меня здесь сразу вопрос возникает в отношении Навального. Когда ему задавали вопрос, он откровенно ответил, а где вы деньги дели, которые заработали на вот этих непрозрачных схемах Кирове? Он сказал, я их затратил на учебу для того, чтобы бороться с коррупцией. То есть он у нас, значит, уворовал деньги, дальше затратил, чтобы научиться, как бороться с более крупными коррупционерами и так далее. Вот здесь неправда. Вот до тех пор, пока мы не научимся формировать вот эту систему доверия, которую в соцсетях интуитивно люди пытаются сформировать, вот этот уровень ответственности за слова в интернет-пространстве, она невысока, то в данном отношении люди пытаются все же вот этот элемент доверия, взаимного необмана обеспечить. Да, он остается полминута. Поэтому мое описательное отношение с точки зрения 26-го числа… Не надо было выходить людям на улицу. Нет, оно отрицательное в другом. Что в данном отношении, если уже вышли, то тогда должны иметь целевую установку, что коррупцию свергнув, надо тогда сказать, а что дальше-то будем делать. А они же этого не говорят. И когда вышли… Ведь Навальный все правильно делал. С точки зрения политологических ситуаций он все правильно делал. 20 секунд. Вот все правильно делал. А власти как отреагировали? А власти… Они сделали видимость, что ничего не произошло. И… А дальше что будет, Валерий Николаевич? А дальше, я сказал, есть теория сжатой пружины. Дальше будет… То есть раскручиваться будет эта ситуация? Она сжимается-сжимается, но дальше она как выстрелит, и Навальный показал, что она выстрелит. И остановить этот процесс будет невозможно. Это Валерий Турул, его «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции. У микрофона работала Светлана Занько. Спасибо и до свидания. И вам спасибо и до свидания.